Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот сейчас звук, кажется, должен быть, и сейчас вы должны, наверное, уже что-то слышать. А рад всех приветствовать на нашем вебинаре. Меня зовут Георгий Игоревич Вальфсон. Я учитель математики из физико-математического лицея номер 366 города Санкт-Петербурга по совместительству руководителя предметной комиссии ЕГЭ по математике, ну и один из соавторов ВПР математики, по крайней мере, в недалеком прошлом. Сегодня же мы с вами будем говорить про текстовые задачи. Про текстовые задачи будем говорить в основном применительно к ОГЭ и ЕГЭ, но, разумеется, от того, что они входят в эти экзамены, это не значит, что мы будем как-то по-особенному их рассматривать. Все равно это математика, и в этом плане даже и не важно, что речь идет об экзаменационной задачах. Ну и я уже вижу, что все активно пользуются чатом, пишут плюсики, это очень здорово. Я буду время от времени задавать вам некоторые вопросы и очень надеюсь на вашу активность, потому что такой формат дистанционный, он, в принципе, не то чтобы сильно удобен и для выступающего, в частности, хочется видеть какую-то обратную связь, очень надеюсь, что вы мне будете ее давать. Ну и вот для начала такой к вам вопрос. Я вижу, что вы из разных городов, из разных регионов, вы представлялись. А вот можете ли вы по десятибальной шкале оценить, насколько с трудом ваши дети решают текстовые задачи, то есть насколько трудно им приступать? Один – это вот совсем трудно, а десять – это очень… Давайте наоборот. Один – очень легко, а десять – это очень трудно. Итак, вот по десятибальной шкале оцените, пожалуйста, насколько тяжело вашим детям справляться с текстовыми задачами. Так, вот я вижу, восемь, девять, семь, еще раз, десять – это самое трудное. Восемь, ага. Ну, да, действительно, мы видим, что из первой половины ответов практически нету, то есть в основном от шести до девяти, в среднем, наверное, где-то семь с половиной, если бы я составил табличку ваших ответов. Примерно так, может быть, чуть-чуть поменьше. При этом, что забавно, что наверняка у вас в классе есть дети, которые, наоборот, считают, что текстовые задачи – это очень простая тема. Гораздо проще, чем какие-нибудь там иррациональные неравенства или что-нибудь подобное. Почему так происходит? Почему многие не любят текстовые задачи? Ну, прежде всего, потому, что текстовые задачи предполагают работу с текстом. Это следует из названия, да? Нужно уметь читать, нужно мочь прорубиться через вот эти слова, которые есть в задаче, и попытаться перейти к тому, что нас спрашивают, переведя, что называется, задачу на математический язык. И, собственно, сегодня я заглавил свой вебинар, что «Стань настоящим переводчиком», да? Сейчас мы переключимся. Вот. «Стань настоящим переводчиком». Мы сегодня… Чуть-чуть, извиняюсь, что слайд поехал. Какие-то технические глюки. Ну, неважно. Мы сегодня попробуем с вами как раз поучиться переводить с русского языка на математический. Но, опять же, я сразу скажу, что, конечно, я уверен, что вы все это и так умеете, но я хочу показать вам некоторые идеи и методы, с помощью которых можно этому чуть, может быть, быстрее научить ребят. И, чтобы не слишком долго разглагольствовать, давайте пойдем сразу к примерам. И начнем вот с такой нетрудной задачи. Автомобиль ехал из Санкт-Петербурга в Новгород и за два часа проехал 150 километров. На сколько километров в час должна измениться его скорость, чтобы он проделал оставшийся путь за три часа, если расстояние составляет 366 километров? Кстати, данные достаточно правдоподобны, реально где-то близко к тому. Задача простая, ее можно предлагать, наверное, даже в начальной школе ребятам где-нибудь, в поздней начальной школе. Но что здесь очень важно? Здесь важно прорубиться через вот эти вот числа, которые даны в условии. То есть понять, что именно мы должны сделать, что из чего вычесть, что на что, может быть, разделить и так далее. Потому что есть ребята, которые видят числа и сразу начинают делать действия. Типа там, не знаю, 366 делят на 3, потом с полученным числом 122 тоже что-нибудь делают, вычитают из 150. В общем, получают полную ерунду. Но мы с вами так поступать не будем. А мы все же постараемся проанализировать условия и именно перевести его с русского языка на математические. То есть каждую фразу, которая здесь записана, каждую реплику, я постараюсь записать с помощью каких-то формул, равенств и так далее. Так, сейчас я переключусь на свой планшет. У меня будет просьба к вам поставить плюсик, если у меня это получится и вам будет все видно. Сейчас буквально секундочку. Сейчас вам проверю, что все работает. Вот сейчас, по идее, должно появиться. Поставьте, пожалуйста, плюс, если вам видно. Там должен быть такой блокнотик с клеточками. Если не видно, соответственно, поставьте минус. О, отлично, плюсы пошли. Это прекрасно. Замечательно. Ну вот, да, спасибо большое. В принципе, можно больше уже не писать плюсиков, я уже понял, что вам видно. Это здорово, это прекрасно. Ну и давайте попробуем все-таки перевести. Значит, там у нас первая строчка была такая. Автомобиль ехал из Петербурга в Новгород и за два часа проехал 150 километров. То есть, если у нас есть вот некий первый кусочек, первый кусок, он проехал 150 километров за два часа. Ну, сам Бог велел уже нарисовать вокруг такую небольшую табличку, чтобы это все выглядело поизящнее. Значит, здесь у нас будет путь, здесь у нас будет время и здесь у нас будет скорость. Дальше. Оставшийся путь он должен преодолеть за три часа. При этом нас интересует, насколько должна измениться скорость. То есть, разница между вот этими вот двумя скоростями представляет вопрос. А кроме того, дано расстояние в километрах между городами. То есть, если мы берем полный маршрут, то будет 366 километров. Собственно, как только вот так все запишешь, дальше становится все довольно понятно. Действительно, первым действием мы можем найти вторую часть пути. 366 минус 150, да? Это у нас будет 216 километров. Ну, в идеале здесь писать обоснование, типа, составляй, там, вторая часть пути. Но мы сейчас не будем тратить на это время, с вашего позволения. Лучше больше про суть поговорим. Итого, значит, здесь у нас будет 216 километров. Далее, зная путь и время, мы можем запросто найти скорость и там, и там. То есть, в первом случае это будет, мы делим 150 на 2, получаем 75 километров в час. А во втором случае мы делим 216 на 3 и получаем 72 километров в час. Ну, и дальше вспоминаем вопрос задачи. Перед тем, как записать ответ, нужно обязательно прочитать вопрос. Разница будет 3 километра в час. Значит, 75 минус 72 дает нам 3 километра в час. Вот именно так и должна измениться его скорость. Вот и все. Как видите, мы перевели текстовую информацию в числовую, в данном случае записав ее в виде таблицы. И после этого спокойно пришли к окончательному ответу. Между прочим, я вот оговорился и сказал такую вещь отдельно насчет того, что перед тем, как записать ответ, надо бы прочитать вопрос задачи. На сколько километров в час должна измениться его скорость. Это очень важный навык, который с ребятами можно и нужно развивать. Но действительно, вот давайте проведем такой маленький тестик. Вопрос может показаться вам совсем смешным, но в то же время попробуйте, пожалуйста, ответить на него в чат. Сейчас, одну секундочку, я скопирую эту задачку. Я про это периодически рассказываю, но вот расскажу и вам. Уж больно мне нравится этот пример. Вот в чате у вас появилась задачка, да, Пете сейчас 10 лет, а Маше через 2 года, а Маша на 2 года больше, чем будет Пете через 3 года. Вот дайте, пожалуйста, ответ на этот вопрос. В чате появилась, не на экране. Да, ну вот вы сами видите уже, что есть ответы 10, есть ответы 15. Коллеги, если вы один раз прислали, то можно второй уже не повторять. Да, ну, идея этой задачи вот в чем. Действительно, в чем еще раз вопрос был, что Пете сейчас 10 лет, а Маше на 2 года больше, чем будет Пете через 3 года. Но вопрос, сколько лет Пете. Обратите внимание, я вот еще раз могу скопировать вам, ну, хотя я боюсь, что сейчас довольно быстро сообщения набираются, ну, вы можете перемотать назад и посмотреть. Там, собственно, вопрос ровно так и заданный, я ничего не менял. Сколько лет Пете? Пете 10 лет, да. В то же время, вы видите, даже в педагогической среде есть люди, которые отвечают 15, и это не потому, что кто-то там не молодец, да, а просто мы сами иногда домысливаем вопрос. То есть нам кажется, что, ну, вряд ли бы спросили про возраст Пети, так? Таким образом, вот очень важно, когда мы приучаем ребят с самых вот первых таких текстовых задачек, вроде то есть совсем нетрудных, которые мы только что разобрали, что перед записью ответа надо прочитать вопрос. Вот и все. Если ты вопрос не прочитал, то с большой вероятностью тебя ждет неуспех. Хорошо. Давайте попробуем поехать дальше и разобрать следующую задачку. Выглядит она вот так. Прошу. Из Афин выползла черепаха, и в тот же момент из марафона, расположенного в 42 километрах, 195 метрах от Афин, за ней погнался Ахиллес. Черепаха за каждые 12 минут проползала 187 метров, а Ахиллес каждый километр пути преодолевал за 4 минуты. Сколько часов потребовалось Ахиллесу, чтобы догнать черепаху? Ну, во-первых, чем мне нравится эта задача? Тем, что здесь аж сразу два известных сюжета перекликаются, про которые ребятам можно рассказать. Первое, что есть понятие марафонской дистанции, и таки действительно марафон — это 42 километра 195 метров. Тут все абсолютно честно. Правда, эту дистанцию бежал исходно не Ахиллес, а там был воин, который должен был сообщить о победе афинских войск и бежал вот из марафона как раз в Афины. Ну, а второй сюжет про Ахиллеса, который догоняет черепаху, известный парадокс Зенона, про то, что, значит, если черепаха пробежала сколько-то, да, Ахиллес за это время добежал до того места, где она стояла, потом, когда Ахиллес добежит до следующего места, где стояла черепаха, черепаха в это время тоже чуть-чуть ползет и так далее. Значит, рано или поздно он ее вроде должен догнать, но по факту не догонит. Вот в этом парадокс. Здесь же этот сюжет используется, тоже Ахиллес как раз догоняет черепаху. И вроде бы идеологически задача совсем простая. Ну, действительно, никто не мешает нам посчитать скорости черепахи Ахиллеса. Раз мы можем найти скорости, то мы можем найти скорость сближения. Ну, а зная скорость сближения, мы разделим расстояние на скорость, найдем время. Вся проблема в том, что, как видите, здесь дано куча разных единиц измерения. Все понамешано. То есть здесь у нас есть километры, метры, минуты, ну и, может быть, даже в потенциале могли бы быть еще часы. Вот сколько часов потребовалось Ахиллесу, чтобы догнать. То есть, короче, все перемешалось. Естественно, если мы скорость черепахи найдем в явном виде в метрах в минуту, а скорость Ахиллеса в километрах в минуту, то мы не можем из одного вычитать другое, правда же? Поэтому, ну, это несравнимые величины. Поэтому мы первоначально должны проделать некоторые действия. Ну, вот давайте эти действия и проделаем. Сейчас я еще раз раздам свой блокнотик, и мы об этом поговорим. Секундочку. Поехали. По идее, должен быть виден. Значит, что мы еще раз знаем про этих самых наших героев Ахиллеса и Черепаха? Мы знаем, что Черепаха пробегает, ну, как пробегает, проползает, 187 метров за 12 минут. А Ахиллес у нас преодолевает 1 километр за 4 минуты. Первым делом, в километрах мы будем рассуждать или в метрах, но, наверное, удобнее в метрах, потому что, собственно, у Черепахи передвижение идет в метрах, значит, километрам, если это приводить, будут дроби. Дроби – это не здорово. Поэтому давайте переведем километры в метры и получим 1000 метров. Далее. Я могу, конечно, считать в метрах в минуту все. Но, во-первых, вопрос у меня, сколько часов. А во-вторых, 187 не очень делится на 12, правда? Поэтому давайте попробуем обе строчки перевести в часы. Можно написать пропорцию, а можно это сделать и устно. Вот 12 минут – это какая часть километра? Пятая часть. Значит, чтобы понять, сколько Черепаха проползет за час. 12 минут – какая часть? Час, извините, пожалуйста, как я оговорился. А час – это пятая часть, потому что час – 60 минут. Значит, за час Черепаха за один час проползет 187 умножить на 5. Давайте это посчитаем. Значит, 100 на 5 – это 500. 80 на 5 – это, соответственно, еще 40. И 400. И, значит, 7 на 5 – 35. То есть 935, короче. 935 метров. Замечательно. Теперь Архилея. Тут все проще. 4 минуты – это 1 километр. Сколько раз по 4 минуты по месяца в часе? 15 раз – 64, значит. 15 километров за один час. Ну или, опять же, мы можем эти километры перевести в метры и записать, что это 15 тысяч метров за один час. Ну, а тогда разница будет 14 тысяч 65 метров. Правда? Значит, это и есть 14 тысяч 65 метров в час – это скорость сближения. То есть насколько Ахиллес догоняет черепаху за час. Ну, так, а тогда мы можем разделить 42 километра 195 метров на 14 тысяч 65. Да? И получить 3 часа. Именно за столько Ахиллес догонит такие черепаху. Вот такая замечательная задачка, в которой нам пригодилось с вами умение переводить из одних единиц измерения в другие. И надо сказать, что вообще разговор про единицы измерения, он крайне полезен. Ну, начиная с того, что действительно дети очень часто путают и там складывают метры в секунду и километры в час, или не могут там одно в другое перевести, но существуют и более забавные вопросы. То есть не так давно я дал задачку ребятам, можно ли придумать такой квадрат, у которого периметр больше площади. Вот. И надо сказать, почти все придумали. То есть написали, что вот рассмотрим квадрат со стороной 1, в нем периметр 4, площадь 1, и все замечательно. Но проблема в том, что, собственно, мы прекрасно понимаем, что на самом-то деле площадь и периметр понятия несравнимые. Как можно сравнивать 4 метра, например, и 1 квадратный метр? Что из них больше? Тем более вы же понимаете, что если бы мы эти метры перевели в сантиметры, то тогда периметр был бы 4 умножить на 100, то есть 400. А если, соответственно, мы говорим про площадь, то на 100 будет 10 тысяч. То есть, казалось бы, ну там еще на самом-то деле на 16, ну, соответственно, 160 тысяч. Но самое главное, что в этом случае площадь вроде бы уже больше. То есть все зависит от того, какие единицы мы рассмотрели. Если бы я сказал так, что может ли численное значение периметра в метрах быть больше, чем численное значение площади в квадратных метрах, это был бы более осмысленный вопрос. А так нет, так рассуждать нельзя. На эту тему вот обожаю пример такой тоже шуточный, может быть, немножко текстовой задачи. Сейчас ее тоже вам в чат скину. Это про аренду санок задачка, которую я тоже даю детям. И как раз иллюстрирую вот этот принцип. Посмотрите. Если стоимость аренды санок для одного седока равна половине доллара, то есть 50 центам в час, а в случае двух седоков цена аренды возводится в квадрат, то сколько должны заплатить двое за час? С одной стороны, мы можем сказать, что двое должны заплатить половинку в квадрате, то есть четверть доллара, потому что цена возводится в квадрат. С другой стороны, мы можем сказать, что это 50 центов в квадрате, то есть 2500 центов или 25 долларов. Так возникает вопрос, это 25 долларов или четверть доллара. Вся проблема в том, что здесь есть вот такая вот некорректность. Цена аренды возводится в квадрат. На самом деле у нас тогда получается цена в квадратных долларах, то есть единицы измерения такой или квадратных центов. Такой единицы измерения нет. Чтобы этого парадокса не было, мы должны либо написать, что цена аренды в долларах возводится в квадрат, или цена аренды в центах возводится в квадрат, и вот это численное значение составляет цену, опять же, в долларах или в центах. Потому что иначе вы понимаете, какая ерунда у нас получается. Вот такая вот забавная история. Давайте поедем дальше. Дальше у меня, кстати, будет к вам вопрос. А вот кому понравился этот пример про стоимость санок, напишите, пожалуйста, плюсик, кому не очень понравился минус. Сверим наши вкусы. Мне даже интересно, зашло вам или не очень. Так, ну вот я вижу, что есть плюсы. Кому-то даже на три плюса зашло. Но не всем зашло, и это нормально. У нас с вами разные вкусы, разные мнения. Это здорово, что мы такие разные. Ну, мы пока давайте поедем дальше. Следующая задачка, которая тоже мне очень нравится, но с другой немножко точки зрения. Значит, лыжник ехал 30 минут со скоростью 8 км в час, затем ускорился на 4 км в час и ехал еще полтора часа. С какой постоянной скоростью ехала его жена, если они стартовали и финишировали одновременно? Ну, опять же, у меня вопрос к вам такой. Как вы думаете, про что эта задача вообще? Вот для чего она дана? Про что эта задача? Зачем ее давать ребятам? Я обычно ее предлагаю в шестом классе, но, в принципе, можно опять же и в пятом. Вот зачем нужна эта задача? Зачем нужна эта задача? Я пока даже, видите, решение не привожу. Ну, насчет движения в догонку не совсем согласен. Движение в догонку – это была задача про Ахиллеса. Я сейчас вот про лыжника спрашиваю. Может быть, все меня поняли. Насчет разных единиц измерения согласен, безусловно. Но больше я соглашусь вот с коллегами, которые пишут, что это, конечно, задача про среднюю скорость. Заметьте, что я не произношу здесь этого словосочетания. Здесь ничего не сказано, да, что найдите среднюю скорость лыжника. Больше упаси. Но почему дана именно такая формулировка? Если дать вот эту же задачу, в которой сказать найти среднюю скорость лыжника, какой ответ мы получим? Конечно же, 10 км в час. И это я получал неоднократно, что если скорость была 8, потом стала 12, значит, средняя 10. И называется «не делайте мне нервы». При этом, конечно, это ерунда. И можно совсем уж утрировать, сказать, представьте, что он одну минуту ехал со скоростью 8 км в час, а потом 2 часа со скоростью 12. Неужели же средняя скорость пути у него будет 10? То есть это и близко, не средняя арифметическая. Но в данном случае, когда мы вводим жену лыжника, то вроде как решается задача и не про среднюю скорость, а просто решается задача про скорость другого объекта. Но вот после этого вы можете ребятам говорить, что, кстати, на самом-то деле мы только что рассчитали среднюю скорость лыжника. Потому что, ну вот, средняя скорость – это и дальше уже можно говорить про правильное определение. То есть вот эта задача мне важна именно с такой точки зрения. Ну, решается-то она, конечно, устно. Я даже не буду сейчас блокнот показывать. То есть 30 минут со скоростью 8 км в час, значит, за полчаса он проехал 4 км, очевидно. Дальше у него скорость стала 12. И со скоростью 12 он ехал полтора часа, значит, проехал 18 км. Итого 22 км. А все время он потратил это 2 часа. Ну, значит, его жена тоже проехала за 2 часа 22 км. Ну, а тогда ее скорость 11 км в час. Вот такая вот замечательная задачка, которая мне, еще раз повторяю, очень нравится именно с той точки зрения, что она подводит детей вот к этой не самой любимой ими теме средняя скорость. То есть если вы когда-нибудь будете думать, вот как бы, ребят, подвести к средней скорости, очень рекомендую такую идею. По-моему, она хороша. Поедем дальше. Да, я на секундочку отвлекусь. Во-первых, отвечу сразу на вопрос, спрашивали про презентацию. Презентация, да, будет доступна для скачивания. По-моему, она даже уже доступна, но я точно не знаю. Там вот есть сверху справа у вас раздел файлы. И в нем есть презентация, которая, собственно, мной и сделана, и которую я сейчас показываю. Так что лихорадочно переписывать условия вовсе не обязательно. Берите спокойно. Это вот во вкладочке файлы все есть. И да, коллеги, если вдруг еще какие-то вопросы будут возникать по тому, что я рассказываю, или по преподаванию математики в целом, я с удовольствием буду на них отвечать. Так что, пожалуйста, задавайте. Поедем дальше. И перейдем вот к такой задачке. Это задача из ОГЭ, причем из наиболее трудных задач ОГЭ я бы сказал. То есть обычно там текстовая чуть попроще. А здесь такая страшная задача на совместную работу. Вы видите, да, Игорь и Паша красят забор за 20 часов, Паша и Володя за 24, Володя и Игорь за 30. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем? Во-первых, тоже вот интересно, напишите, пожалуйста, какие задачи у ваших детей вызывают большую сложность. На работу или на движение? Ну, может, там буква Р, если работа, Д, если движение. Так, вариант H, это, видимо, R было. Так, ну, пока выигрывает работа за явным преимуществом, но пару движений я увидел. Работа, 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 уйди на Федота. Так, тут спрашивали, будет ли запись этого вебинара. Честно говоря, без понятия. То есть это надо к представителям издательства обращаться, которые организуют этот вебинар. Я сам не знаю. По-моему, обычно есть, но могу соврать. Да, ну вот у большинства работа. Мы сегодня еще поговорим с вами об этом феномене и что с ним делать, и как сделать так, чтобы дети работу полюбили не меньше, чем движение. Но пока же поговорим вот о чем. Основная трудность, по-моему, по крайней мере, задачи на работу в том, что там не всегда интуитивно понятно, как взаимодействуют объекты, вот когда они работают совместно. Например, вот здесь. Ну, очень же хочется написать, что Игорь плюс Паша 20 часов, Паша плюс Володя 24, Володя плюс Игорь 30. Дальше все сложим. Получаем, что удвоенный Игорь плюс Паша плюс Володя будет равно 74 часам. Значит, Игорь плюс Паша плюс Володя это 74 пополам, то есть 37 часов. Вроде бы так. Понятно, что на самом деле это полная ерунда, потому что, ну, если уж Игорь с Пашей вдвоем покрасят забор за 20 часов, то было бы странно, если бы они втроем покрасили за 37. Хотя есть старая задача, да, что если Маша может найти в лесу там 15 грибов в час, а Вася 18 грибов в час, из этого вовсе не следует, что если они вдвоем пойдут в лес, то они найдут в сумме 33 гриба за час. Но мы сейчас немножко не про это. Как решать эту задачу? Здесь есть стандартное решение с помощью дробей. И давайте я сначала к нему и обращусь. Что нам известно? Сейчас я запишу условия, а потом раздам блокнот, опять же, чтобы на него посмотреть. Игорь и Паша вместе за 20 часов у нас все красят. Паша и Володя за 24. Ну, а Володя и Игорь за 30 часов. Итак, какое же стандартное решение? Ну, я вижу, что некоторые уже посчитали. Коллеги, я абсолютно уверен в том, что вы можете решить такую задачку. Здесь еще раз повторяю, в основном все-таки у нас сегодня задачи будут не про то, чтобы вы научились их решать. Понятно, что вы и так умеете. А чтобы, может быть, я рассказал про какие-то подходы, как это можно подать немножко по-другому. Итак, что же мы с дробями здесь делаем? Ну, если они за 20 часов красят забор, то какова их производительность? За час это будет, если вот это время, то производительность у них 1,20. То есть 1,20 забора мы можем покрасить за час. 1,24 и 1,30 соответственно. И вот производительности как раз уже можно складывать. То есть я могу, конечно, написать просто систему, что производительность Игоря плюс производительность Паши 1,20, производительность Паши плюс производительность Володи 1,24 и производительность Володи плюс производительность Игоря 1,30. После чего мы решаем эту систему. Ну, например, еще раз все сложить, разделить на 2. Давайте все сложим, получим, что удвоенная производительность Игоря, Паши и Володи даст нам 1 двадцатую плюс 1 двадцать четвертую плюс 1 тридцатую. Значит, если привести все к общему знаменателю 120, у нас будет 6 плюс 5 плюс 4, 15 сто двадцатых, или 1 восьмая. Значит, удвоенная равно 1 восьмой. Ну и тогда просто производительность суммарная, это 1 шестнадцатая. А отсюда, в свою очередь, следует, что покрасят они за 16 часов. Решилось. Но согласитесь, что решение это, мягко говоря, нетривиальное, и уж тем более его не дашь там условно в пятом классе, потому что дети просто дробей еще не знают, по крайней мере, там в середине года не знают точно. Привести к общему знаменателю, это для них большая проблема. Вот, поэтому мне хочется показать здесь чуть другую идею, но прежде чем я ее покажу, я обращусь к другой задаче, к этому потом вернемся. Посмотрите вот на такую задачку. Эта задача взята мной из учебника Леонтия Магнитского, учебника, самый первый, считается, задачник по математике, который был в нашей стране, 18 век. Тут есть такое странное слово «кадь», это в смысле «кадушка», ну то есть бочонок такой небольшой, да, некого питья. И вот нам известно, что мужчина выпьет кать этого питья в 14 дней, а с женою в 10. Во сколько дней жена отдельно выпьет кать? В принципе, вы видите, что это почти то же самое, что и было только что, только чуть попроще. То есть мы можем найти производительность мужа, 1,14, мы можем найти совместную их производительность, 1,10, ну и после этого вычесть из одного другое и получить производительность жены, после чего, зная производительность, найдем время. Но давайте попробуем сделать это как-нибудь без дробей, чуть попроще. Вот, например, предположим, что прошел промежуток в 70 дней. Можно и 140 при желании, вот некоторые в чат пишут, но 70 в данном случае будет чуть удобнее. Почему именно 70? А потому что я могу легко посчитать, сколько кадий выпьет мужчина за 70 дней, правда? Потому что 70 делится на 14. Конечно, еще раз повторяю, я абсолютно не сомневаюсь, что здесь орудированная аудитория, и вы понимаете, что 70 – это просто наименьшее общее кратное число, 10 и 14. Дети могут этого не заметить и взять число 140, как любое просто общее кратное, то есть какое-то такое количество дней, за которым мы можем посчитать, сколько кадий выпьет мужчина и сколько он вместе с женой. В данном случае мужчина у нас выпьет 70 делить на 14, 5 кадий, а вместе с женой, раз он каждые 10 дней выпьет кать, будет 70 делить на 10. 7 кадий. Значит, еще раз, 7 кадий вдвоем, из них 5 приходится на мужчину. Стало быть, 2 выпьет жена. 2 за 70 дней, значит, 1 за 35 дней. Вот и вся любовь. Вот интересно, напишите, пожалуйста, цифру 1, если вам больше понравилось решение с дробями, и цифру 2, если вам больше понравилось вот это второе решение с 70 днями. которое я сейчас рассказал. Как видите, опять мнения разделились, очень интересно. Двойка, по-моему, чуть-чуть выигрывает, но нельзя сказать, что только она. То есть единиц тоже очень много. И, конечно, это ваше право. Кому-то оба понравилось, но тоже хорошо. Ну, давайте теперь вернемся тогда к предыдущей задаче. Если уж мы показали, как с помощью этой идеи решается более простая задачка, можно вернуться к предыдущей и посмотреть, как это работает в случае Игоря и Паши. У нас есть понимание, что происходит, когда прошло там 20 часов, 24 или 30 часов. Ну, так давайте возьмем какое-то количество часов, которые разделятся на 20, 24 и 30, и поймем, сколько заборов покрасят эти самые ребята. Ну, опять же, несложно заметить, что на 20 и 30 делится 60, но 60 не делится на 24, а вот 120 прекрасно делится. Снова мы фактически нашли наименьшее общее кратное, но могли бы взять и не наименьшее, а любое другое общее кратное. Так или иначе, за 120 часов, давайте сейчас я опять же раздам экран, за 120 часов, что у нас произошло? Игорь с Пашей покрасят 120 делить на 20, то есть 6 заборов. Паша с Володей покрасят 5 заборов, а Володя с Игорем покрасят 4 забора. Ну, отсюда вот это уже легко сложить и разделить на 2, да? То есть мы понимаем, что тогда вместе удвоенные, скажем так, Паша, Игорь и Володя, то есть если каждого из них мы клонируем и тоже поставим красить заборы, они сделают 15 заборов за 120 часов. Значит, один забор они сделают за 8 часов, вот эти вот клонированные ребята. Дают нам один забор за 8 часов. Ну, а тогда возникает вопрос, а что же будет, если мы уберем клонов? То есть разделим вот на эту двойку. Ну, понятно, что в этом случае время увеличится ровно в 2 раза, потому что мы производительность в 2 раза уменьшили, значит, время в 2 раза увеличится, и остается 16 часов. Вот такая замечательная история, где мы, как видите, не сталкивались с дробями. И, кстати, здесь довольно легко можно понять, чему равны производительности каждого из них. То есть, если, например, у нас есть вот эта система И плюс П 6, П плюс В 5, В плюс И 4, то мы можем, допустим, сложить первые 2 и вычесть третье, и получить, что удвоенный Петя, по-моему, Петя или Паша там был, я забыл, Паша, наверное, равен, соответственно, сколько у нас будет? 11 минус 4, то есть 7, да? Значит, один Паша – это 3,5. То есть 3,5 у Игоря, соответственно, будет 2,5, и у Володи – 1,5. И все это за 120 часов. То есть за 120 часов каждый из них делает вот такую часть забора. Ну, дальше можно понять, за сколько часов покрасить забор каждый. Хотя формально нас это не спрашивают. То есть, в принципе, и так все хорошо. Отлично! Поедем тогда дальше. С забором разобрались. Ну и давайте поговорим про такой сюжет. Здесь, как видите, мы смешали 10% и 30% растворы соли, получили 200 грамм 25% раствора. Сколько грамм каждого раствора взяли? Задачка взята мной из ЕГЭ. И эту задачу, наверное, тоже все вы знаете. И, пожалуй, дети ее тоже не сильно любят. Вот тоже интересно. Сравните сейчас задачу на смеси и задачи на работу. Что у детей получается хуже у ваших? Смеси – это буква S, или работа – буква R? Вот интересно. Так. Ага, ага, ага. Да, ну, опять же, здорово, что не единогласно. Ну, вот помните, точно так же, как работа достаточно сильно задавила движение, так же сейчас смеси задавили работу. Работа – это было еще ничего. А вот сейчас смеси пошли. Вот это уже совсем засада, да? А на самом деле, конечно, опять же, классическое решение все вы знаете, что можно либо там табличку какую-нибудь составить, либо посчитать количество соли, чистой соли, да? Во первом, во втором, в смеси, приравнять, в общем, все получается. Но есть другой метод. И этот метод как раз я тоже вычитал в одной из книжек очень-очень древних. Не 18-го, а 19-го века, правда. Но мне ужасный этот метод понравился. Я его, честно скажу, до этого нигде и ни разу не слышал. Сейчас уже иногда встречаю. И в том же магнитском потом я похожую идею нашел. Этот метод называется методом бабочки. И давайте сейчас я вам покажу, в чем же он состоит. Итак, вот мы берем все ту же задачку про растворы. И давайте запишем, что же нам дано. У нас был 10-процентный раствор, а также 30-процентный раствор. Мы их смешали и получили 25-процентный раствор. Давайте запишем это так. Вот 25. Вот у меня. Видите, да? Теперь давайте продлим каждую из диагоналей мысленных. И по диагонали вычтем из больше и меньше. Из 30 я вычитаю 25, получаю 5. Из 25 я вычитаю 10, получаю 15. Вот у меня получилось два числа. Так вот, оказывается, именно вот эти числа и дают отношение искомых масс. Так, коллеги пишут, что не видно. Давайте еще раз тогда, может быть, плюсик, если вам сейчас видно то, что я написал, минус, если не видно. Так, ну, коллеги, извините, вот тут сплошные плюсы идут. То есть это, видимо, где-то на вашей стороне проблема, потому что большинство видит то, что происходит. Значит, явно от меня сигнал идет. Видимо, то ли, может быть, у вас проблема с браузером, то ли еще с чем-то. Ну, я стараюсь озвучивать, но, к сожалению, тут совсем уж без записи мне не обойтись, сами понимаете, я все-таки решаю задачи. Ну, так вот, и мы с вами понимаем, что если отношение 15 к 5, то есть 3 к 1, а всего у нас есть 200 грамм, то 200 грамм надо просто разделить на 4 части, из них 50 грамм будет здесь, ну, и 150 здесь. Значит, правильный ответ 50 и 150. Почему этот метод называется методом бабочки? Ну, примерно поэтому. У меня, конечно, художник тот еще. Ну, надеюсь, что это хотя бы отдаленно похоже на бабочку. Отдельный вопрос. Почему это работает? Почему именно этот метод дает нам правильный ответ? Почему отношение масс 15 к 5, это как раз и есть оно, да, вот 3 к 1. Почему оно должно быть равно отношению массы с коммой к расстройке? Ну, можно это сделать просто в общем виде. Один раз доказать, да, сказать, что вот если было у нас, допустим, А процентов и Б процентов, а получилось смесь С процентов, то здесь у нас получается вот это число Б минус С, здесь число С минус А. И как мне понять, какие у меня массы? Допустим, я взял их там, скажем, здесь х грамм, а здесь у грамм. Тогда у меня получается, что х грамм я умножаю на процентное содержание в первом случае, то есть на А. Ну, я могу сразу считать, что А в частичной дроби, хотя можно и А сотых написать. Дальше у умножается на Б, это, я считаю, количество вещества, а получается у меня С на Ах плюс У. Ну, или если раскрыть скобки и все перенести, да, ХА плюс УБ равно ЦХ плюс ЦУ. Стало быть, Х на А минус С равно У на Ц минус Б. Ну, или если разделить и поменять знак, Х к Игреку равно Б минус С на Ц минус А. То есть, вот, я вывел ровно то, что здесь я утверждал. Коллеги, еще раз, ну, к сожалению, я понимаю, что, видимо, у вас какие-то проблемы, я понимаю, что, может быть, кому-то не видно, но боюсь, что я здесь мало чего могу сделать, то есть, может быть, проблема с браузером, может, еще с чем-то, потому что, ну, другим коллегам явно видно, и значит, вы понимаете, да, что все и видно, и слышно, то есть, давайте на эту тему мы спорить не будем с вами. Сигнал от меня явно передается. Вот. Возможно, я говорю, если зайти через Google Chrome, может быть, будет чуть проще, может быть, вы с телефона сидите, не знаю. Итак, вернемся все-таки к нашей задаче. Вот здесь, по сути, да, очень хороший вопрос. Зачтет ли комиссия такой метод на экзамене? Смотрите. Смотрите, смотря, как его ребята будут оформлять. То есть, если они говорят, что вот рассмотрим бабочку, сделали, после этого сказали, отношение масс равно отношению вот этих чисел, все посчитали, согласно методу бабочки Трам-пам-пам, то дальше вполне можно апеллировать к тому, что, ребят, ну, этот метод указан вот в такой-то книжке, и почему бы им не воспользоваться? Поэтому комиссия, конечно, ну, по идее, должна это засчитывать. Так как на ЕГЭ текстовая задача не входит в развернутый, там просто ответ, то имеет смысл говорить только про ОГЭ. Но вот здесь, конечно, я вам скажу так, что по опыту проверок предыдущих лет комиссии иногда несколько самовольно трактуют общие критерии. То есть, есть комиссии, которые такое решение зачтут, есть комиссии, которые нет. Надо уточнять это у ваших методистов, у ваших руководителей комиссии, потому что, к сожалению, это часто будет зависеть от мнения конкретного руководителя. В теории должно быть все нормально. То есть, по идее, должны засчитывать. Ну, возможно, есть кто-то, кто не засчитывает. Тут гарантировать я вам, к сожалению, ничего не могу. Я же пока хочу остановиться вот еще раз на чем. Что очень важно, чтобы дети понимали, почему это работает. Потому что, ну, ужасно не хочется, чтобы наш с вами предмет превращался в какую-то магию. Типа, ребята, вот смотрите, вот если вот так вот чуть-чуть помухлевать, то все получится. Нет, оно не просто помухлевать. Да, мы можем вывести это соотношение, а дальше уже просто им пользоваться. То есть, это как некая формула. Плюс она имеет вот такую вот наглядную интерпретацию. Вот, такой вот замечательный метод бабочки. При этом, заметьте, что задача может быть совершенно другой. Сириус и Труфанова рассказывали. Я еще спросил бы, кто рассказывал за год до этого Труфановой в Майкопе этот же метод. Так что я подозреваю, что я знаю, откуда она знает этот метод. Но может быть и не оттуда. Теперь дальше. Да, но по поводу дроби бабочкой там немножко другая история. Это как раз скорее ухудшает. Здесь чуть более универсальный метод. Вот почему. Потому что на самом деле, конечно, может быть не дано что-то другое. Ну, например, я беру, у меня был там, не знаю, 10-процентный раствор и 30-процентный. Но я не знаю, какая у меня получилась смесь. Допустим, там процент это X. И тогда, опять же, я могу расписать вот эти X-10, 30-X. И если мне известно, что там, допустим, первого типа я взял, не знаю, 50 грамм, а второго 150 грамм, то я могу составить ровно такую же пропорцию, что X-10 к 30-X равно 3 к 1. После чего спокойно найти X, да, X-10 равно 90-3X. Ну, и значит, 4X равно 100, и X равен 25. Вот мы и нашли процентное содержание у полученной смеси, да. Иногда бывает так, что нам не дано процентное содержание какого-нибудь там первого или второго раствора. То же самое вы берете за X уже вот здесь, да, у вас будет там, допустим, 10, здесь X, здесь там, скажем, ну, не знаю, 30, и вот вы опять же сделаете пропорцию, здесь у вас получается разница 20, здесь у вас получается разница 30-X. Ну и предположим, допустим, да, у нас здесь будет там какие-нибудь 100 грамм, а здесь, скажем, 200 грамм. И тогда мы легко составляем все ту же пропорцию, получаем, что 30-X к 20 равно 2 к 1. Значит, 30-X, так, правильно все сделал? Смотрю. Равно 40. Вот. Что у нас получается? У нас получается, что, ну, из того, что мы сделали, что такого просто получиться не могло, да, потому что вот это вот отношение, оно может быть равно так, а я понял почему, потому что я почему-то из 30 вычел X, да, вот видите, как все замечательно. X минус 30, конечно же. Вот и ошибку заодно отловили. X минус 30, да, равно 40. Отсюда X равен 70. Значит, это был 70% нараст. Вот. Так, ну вот, да, копирует Марина, Марьяна, извините, пожалуйста, скопировала задачу про сплавы. Все то же самое, да, то есть там вот вы видите про медь, у вас было 60 и 45, и надо получить 55. Ну вот, пожалуйста, можем быстренько проиллюстрировать. 60 и 45 было, получилось 55. Значит, здесь у нас разница 5, здесь у нас разница 10. Тогда отношение будет 10 к 5 или 2 к 1. Все. Вот и вся задача. При этом, еще раз повторяю, коллеги, я ни в коем случае не говорю, что надо рассказывать этот метод вместо классики. Нет, конечно, нужно многообразие, нужно классическое и все. Но, что очень важно, вот подобные идеи, они создают правильный эмоциональный фон. Потому что, ну не секрет, особенно те из вас, кто работают не в физико-математических лицеях, я думаю, таких большинству, вы сталкиваетесь, знаете, с этим ужасно занудным выражением лица, когда дети такие, господи, зачем нам надо, опять эти сплавы, опять эти проценты, да сколько можно. А когда вдруг на математику прилетает бабочка, да, то эмоций будет немножечко больше. И они будут гораздо лучше. То есть, что, о, круто, оказывается, можно еще так сделать. Тем более, что наши с вами ребята, они еще очень любят такую подоплеку, что, о, похоже, мы таким образом можем обмануть проверяющих и сделать хитрее, чем они от нас ждут. Вот. Это очень здорово. Да, про виноград и изюм, на самом деле, та же история, оно тоже делается с бабочкой. Ну, сейчас я вам не буду уже разбирать, это классическая задачка. Ее можно там столбиком или бабочкой, в общем, как удобно. Вот. По поводу экспертов ОГЭ, еще раз, коллеги, это очень сильно зависит от региона. Даже на ЕГЭ, вот я все-таки больше имею отношение к ЕГЭ, там я председатель предметной комиссии, я могу сказать, что вот в разных регионах очень по-разному трактуют одно и то же, к сожалению. Начиная там вот от стандартных теоремов геометрии, мы обсуждали, если ребенок, допустим, ссылается на теорему Минилая, можно ему засчитывать решение или нет? В Питере мы считаем, что можно, но я знаю регионы, я не буду сейчас их называть, но есть такие, в которых ссылка на теорему Минилая считается незаконной. Да? Хотя вроде бы, но это один и тот же экзамен. Причем коллеги, в общем, правы, потому что, ну, по-своему правы, да? Да? Это вопрос такой договоренности. Да, теорема Минилая есть в некоторых источниках, но не во всех учебниках она есть. Ее не всегда включают в школьную программу. Почему? Нужно считать, что это факт, который можно пользоваться. С другой стороны, вот я помню на ОГЭ у нас был такой, ну, не то что скандал, но некие трения были с руководителем комиссии, когда дали задачку, я сейчас на секунду отвлекусь, расскажу эту историю, как раз про оформление. Значит, там задачка была такая, что вот есть трапеция, ну, и там углы при основании 50 и 40, а сами основания, не помню, 4 и 8, кажется. И найти надо отрезок соединяющей середины основания. Вот это. Вот. И, ну, так уж получилось. Так уж получилось, что я просто ребятам давал теорему, мы прямо даже теоремой записали, что если в трапеции сумма углов при основании 90, то отрезок, соединяющийся середине основания, равен полуразности основания. Это иногда дается как задачка. Ну, вот мы взяли это как теорему. Имели право формально, да? Я теорему с ними доказывал, они ее знают. Соответственно, что дети сделали на ОГЭ? Получив эту задачу, они сказали по теореме о трапеции сумму углов, при основании которых 90 градусов, искомый отрезок равен полуразности оснований, то есть 84 попалом двум. Все. И вот так написал там почти весь класс. И почти всему классу занулили, потому что, мол, ну нет такой общепризнанной теоремы. И мы достаточно долго на эту тему дискутировали, скажем так, на слегка повышенных тонах, потому что я, с одной стороны, говорю, что, ну, ребят, если люди вам сформулировали теорему и воспользовались ей, чего вам еще не нравится? А мне говорили, ну, так это покажи мне, пожалуйста, учебник, в котором это звучит как теорема. Вот. И вот кто прав, большой вопрос. В итоге, нет, в итоге не зачли. Но я не могу сказать, что я очень долго на эту тему спорил, потому что, ну, все-таки это ОГЭ, там ничего особо не решалось, у них все равно были пятерки. Это скорее бы вопрос вот чисто мой. Насчет прилагаться в список теорем, ну, вы поймите, вы все равно не учтете все, что можно. Да? И дальше возникнет вопрос, а почему вот эту теорему, допустим, включили, а теорему Птолемея надо включить? А теорему Чевы надо включить? А какую-нибудь еще там теорему? Ну, да мы много чего можем придумать. Поэтому, к сожалению, здесь проблема. И действительно, разные регионы эту работу оценивают по-разному. Это, в общем, нормально, то есть в этом нет ничего совсем уж сверхъестественного. Ну, сейчас я уже детям говорю, да, что если возможно, старайтесь подобное утверждение доказывать, чтобы точно к вам не было претензий. Все равно это не самая страшная претензия. Я помню, самый ужас был, когда моим детям занулили задачу на доказательство, потому что они в конце нарисовали вот такой квадратик, но не написали ЧТД. И типа, значит, доказательство не закончено, им поставили ноль. Но вот тут уже наоборот, после апелляции им всем подняли, потому что я убедил, что заштрихованный квадратик является окончанием доказательства. Это общепринятое обозначение, но такие факты тоже случаются. Итак, вернемся давайте к презентации. Ну вот, посмотрите еще на один пример. Я сейчас не буду тогда уже делать бабочку, посвященную этому примеру, а просто расскажу, что, конечно, здесь тоже все работает. Первый сплав содержит 5%, второй 13%, и известно, что масса второго на 4 килограмма больше массы первого. То есть мы понимаем, что если мы составляем пропорцию, то у нас получается, грубо говоря, там x плюс 4 и x. Ну и все, отсюда этот x находится. Так, вот я вижу, что комплексные числа включили. Нет, коллеги, еще не включили, не волнуйтесь. Вот это точно могу сказать, что пока это есть некоторый проект того, что, возможно, теоретически включат. То есть это предложение, которое сейчас регионы рассматривают. И говорить о том, что это точно включили, не нужно, никого не пугайте. Все будет хорошо. Возможно, не у нас, но будет. Так, хорошо. Давайте посмотрим дальше. Вот еще одна задачка с ЕГЭ, и ее я обязательно хочу разобрать. Дело в ней не в том, что она там какая-то супертрудная с точки зрения смысла, но в ней есть другая идея, которую я обязательно хотел показать и применительно к ЕГЭ, и вообще применительно к подобным задачам. Моторная лодка прошла против течения 112 километров и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найти скорость лодки в... Найти скорость течения, извините. Если скорость лодки в неподвижной воде 11 километров в час. Ну, мы понимаем, что если скорость лодки 11 километров в час, а нас спрашивают скорость течения, то мы можем там скорость течения взять за x километров в час. И тогда понятно, что против течения она прошла эти самые 112 километров. Сейчас я давайте тоже такую табличку сделаю. По течению против. Экран сейчас я тоже покажу. Прошу прощения. Так, ну давайте вот ближе к комплексным числам в конце моего выступления я оставлю время, чтобы мы могли обсудить любые другие проблемы. Сейчас давайте ближе к текстам задачи немножко. Смотрите. Значит, вот у нас есть по и против течения. 112 километров мы и там, и там шли. По течению скорость у нас будет 11 плюс x. Против 11 минус x. И известно, что время отличается на 6 часов. Ну, время мы можем вычислить по формуле. Значит, мы делим путь на скорость. И известно, что разница 6 часов. Вот первый вопрос. Смотрите. Как составить уравнение? Какой сюда поставить знак? Плюс или минус? Это не вопрос к вам. Я понимаю, что вы знаете ответ. Что я иногда говорю ребятам? Ну, давайте просто попробуем оценить, а какая из дробей больше? Да? Ну, если мы делим на большее вот здесь, то значит выражение будет, очевидно, меньше. Правда? Раз оно меньше, то тогда, соответственно, мы должны вот из этой дроби чего-то вычесть, чтобы получить. Да? Поэтому здесь знак минус. Вот это первая и очень частая ошибка, что дети в этом месте ставят не тот знак. Ну, и потом понятно, что получают какую-то ерунду. Важно с самого начала сказать им, почему здесь должен быть именно минус. По-другому можно рассуждать еще и так. Смотрите. Вот мы плыли против течения. Понятно, что против течения времени мы потратили больше. А вот у нас время против течения. Значит, опять же, чтобы приравнять, мы должны из того, что больше, вычесть. Ну, или наоборот, потому что меньше, прибавить 6. Так или иначе, мы получаем с вами следующее уравнение. Я могу его переписать вот в такой форме. 112 на 11 минус х минус 112 на 11 плюс х равно 6. Ну, и вот здесь давайте сделаем паузу. Что делать дальше? Первый шаг. Если речь идет исключительно о задаче ЕГЭ, то, конечно, почему бы не сказать, что мы можем действительно просто подобрать корень? Тем более, что когда речь идет о скорости течения, мы же с вами прекрасно понимаем, какой примерно может быть скорость течения. То есть она не может быть 100 км в час. Это явно что-то маленькое. Обычно от 1 до 5. Подставить 5 значений и проверить, когда сходится, не так сложно. Все, ответ написали, задачу решили, мы молодцы. Ну, надо было еще, конечно, уравнение составить, но тут уж, увы. Хорошо. Второй вопрос. А если, допустим, ну вот мы не настолько хорошо понимаем, какие значения может принимать скорость течения, и перебором решать не хотим? Тогда можно действительно сделать вторую вещь. Попытаться поискать делители числа 112. Вот кто-то из коллег там наверху писал. Ведь у нас, ну, скорее всего, это не точно, но, скорее всего, все должно получиться хорошо. То есть корни должны быть хорошие. А что у нас такое 112? Это 2 на 56, 2 на 2 на 28, или 2 на 2 на 4 на 7. То есть, короче говоря, делители у нас вот где-то здесь. При этом наше число должно быть в районе 11. Какие числа в районе 11 можно сформировать из множителей 2, 2, 2, 2 и 7? Во-первых, 2х7 14, правда? Поэтому, видимо, начать стоит с х, равного 3, потому что так будет делитель 14. И точно, если вы подставите х, равный 3, все получится. Вот примерно так. Вот эту идею детям вполне можно давать. Да, это в каком-то смысле жульничество. То есть ребенок не решает задачу совсем. Но с другой стороны, если мы заранее понимаем, что задача имеет ровно одно решение, и если в этом самом задании мы примерно понимаем, какого рода должно быть это решение, хорошее, то кто мешает нам взять и просто его подобрать и на этом решить задачу? Да? Другой вопрос, что, естественно, ответы бывают иррациональные, ответы бывают дробные, там, как угодно, и далеко не всегда у нас это получится. Поэтому нужно говорить о других, ну, и более таких надежных методах без угадывания. Но и про это бы я тоже на вашем месте сказал. Ну, давайте все-таки тогда вернемся и попробуем это уравнение решить. Как с ним поступить? Во-первых, давайте я на 2 сразу сокращу. Я бы сократил на 6, но нельзя, не делится. Чтобы числа были поменьше. Минус 56 на 11 плюс х равно 3. Домножаем на знаменателе. Получаем мы, что 56 на 11 плюс х минус 56 на 11 минус х равно 3 на 121 минус х квадрат. То есть здесь разность квадратов у нас. Раскрываем скобки. Заметим, что 56 на 11, конечно, это можно посчитать, но это не нужно делать, потому что вы видите, да, 56 на 11 у меня взаимно уничтожается. Так что не торопимся с этим вопросом. Ну, здесь получаем 363 минус 3х квадрат или 3х квадрат плюс 56х минус 363 равно 0. И вот дальше, собственно, начинается проблема номер 2. Что мы вроде как довели до квадратного уравнения. Дальше, ну, казалось бы, просто решить квадратное уравнение. Но, да, не 56, извините, пожалуйста. 56 на 2, конечно. Я двойку пропустил. Там было 2 умножить. Я чуть предвосхитил, потому что дальше будет четная формула. Но, да, можно переписать. Давайте, чтобы было совсем красиво. 112. Согласен. Спасибо. Так вот, история такая, что дальше надо вроде бы считать дискриминант. Но дискриминант, да когда там трехзначное число в квадрат возводить, даже если четная формула двузначная, да потом еще прибавлять учетверенное там что-нибудь 363 еще на 3 и так далее. В общем, это все не здорово. Насчет Виета. Ну, Виет, да, но только вот вы пишете, что сумма должна быть минус 112 третьих. И на этом Виет так более-менее заканчивается, потому что подбирать числа, которые в сумме дают 112 третьих, а в произведении сколько там у нас будет, 121, это не очень приятно, правда же? Теоретически можно попытаться, но непросто это будет. Когда мы видим дробь, особенно когда речь идет о сумме, в произведении еще ладно, но сумма там совсем все не здорово. Подбирать дробные числа, ну, такое себе удовольствие. Поэтому здесь я хочу остановиться на паре идей, которые мне хочется вам показать. Насчет выделить полный квадрат, не очень понимаю, как вы тут выделите полный квадрат с вот этим коэффициентом 3. То есть, либо уж надо на 3 делить, тогда опять у вас будут дроби, счастливо посчитать, либо домножать на 3, ну, тоже там приятного будет мало. Итак, первая мысль. Первая мысль таки виет, но не здесь. Вот давайте рассмотрим уравнение 3х квадрат плюс 112х минус 363. Но для начала я вот, я пока его оставлю, я специально его переписал, и пока разберу эту же идею на более простом примере. Ну, допустим, там 2х квадрат плюс 5х плюс 2 равно 0. Решить эту задачу по теореме виета могут далеко не все дети. Сумма минус 5 вторых в произведении единица. Подобрать корни, да, они там вроде и несложные, минус 2 и минус 1 вторая, но дробные корни по виету, ну, мало кто из детей подбирает, будьте честны. По крайней мере, из моих знакомых детей мало кто. Может быть, вам повезло больше, но редко. Поэтому что предлагается сделать? Давайте мы попробуем хотя бы избавиться от дробей. Делается это так. Давайте вот эту двойку перекинем вот сюда в качестве множителя. Мы получим новое квадратное уравнение у квадрат плюс 5у плюс 4 равно 0. Да? Вот его уже по виету решить гораздо проще. Сумма минус 5 в произведении 4, что за числа? Ну, конечно, минус 1 и минус 4. Да? Здесь просто от произведения можно плясать, что произведение 4 у нас получается крайне редко. Либо 4 на 1, либо 2 на 2, ну, или с минусом. Но нам-то надо все-таки иксы найти. А смотрите, что мы делали. Мы умножали на 2, да? Соответствующий коэффициент. Значит, чтобы получить иксы, теперь надо на 2 поделить. И вся любовь. Вот таким образом мы получаем ответ. Давайте возьмем пример, который у нас был, да? Вот он. Вот здесь. И попробуем сделать то же самое. Вот перекидываем тройку, которая нам мешает, и получим x квадрат плюс 112x минус 363 на 3. Я пока напишу так. Равно нулю. Значит, что мне надо? У меня сумма x1 плюс x2 это минус 112. А произведение 363 на 3 с минусом. Произведение на множестве легко разложить. 363 это 3 на 121. Но если внимательно посмотреть вот на это произведение, минус 3 на 121 на 3, то можно подобрать такие слагаемые. Так, я только, извините, я сделал одну выпасть. Я здесь почему-то написал x. Это другое уравнение сейчас. Прошу прощения, конечно, y. Вот. Так вот, тогда видно, что если мы возьмем просто y равный минус 121 и y равный 9, то их сумма как раз и даст минус 112, но произведение будет 363 на 3. Заметьте, что это числа очень большие. То есть обычно все-таки происходит что-то поменьше. Но даже тут, разложив 363 на множители, мы все получили. Отсюда, да, мы еще не нашли x. Опять же, надо разделить на 3 и получить ту самую тройку, о которой мы уже говорили. Ну и 121 третью с минусом, который нам не подходит, потому что у нас скорость явно должна быть положительной. Вот интересно. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто этот метод знал, и минус, кто его не знал. Просто интересно сейчас. Ну как здорово. На самом деле, вы знаете, для меня всегда выступление перед учителем к аудитории это такой страх, потому что ну мне же хочется вам что-то новое рассказать, что-то такое интересное, чего вы не знаете. А много ли можно учителю математики рассказать нового, когда мы говорим про там текстовые задачи, да? Вот я очень рад, что сейчас много минусов. Это значит, что я попал в нужную тему. Это здорово. Давайте все-таки тогда, прежде чем мы пойдем дальше, уточним, а почему это работает? Тоже, да, чтобы это не было просто какой-то магией, что вот мы переносим этот коэффициент, и все получается, да? Вот рассмотрим квадратное уравнение ax² плюс bx плюс c равно нулю в общем виде, да? С другой стороны, если мы перебрасываем вот эту а, то мы получаем новое уравнение y² плюс by плюс ac равно нулю, так? Но если просто решать по формуле, что получается? слева минус b плюс-минус корень из b² минус 4ac разделить на 2a, а справа минус b плюс-минус корень из b² минус 4ac, но только разделить просто на 2. То есть числители-то одинаковые, видите, да? У нас b не поменялся, a и c поменялись, но произведение осталось таким же. А вот в знаменателе у нас теперь просто двойка. Ну, значит, x это просто y делить на a, вот и все. Вот, ну, здесь там первое, второе, понятно. Значит, x первое, второе, это y первое, второе делить на a. Вот поэтому мы в конце делим обратно вот на этот коэффициент, который мы перенесли, и все получается. Вот. Можно это же вывести и по-другому. Давайте просто рассмотрим вот это выражение ax² плюс bx плюс c равно нулю. И наоборот, домножим его на a. Все. Что мы получим? a²x² плюс a bx плюс a c равно нулю. Ну, понятно, что действие это нормальное, потому что у нас в квадратном уравнении старший коэффициент не нулевой. Ну, а теперь сделаем замену. Вот, ведем замену. y равное ax. Тогда у нас получится y² плюс b y плюс a c равно нулю. Ну и все. После того, как мы нашли y, то из этой замены x равен y делить на a. Соответственно, мы в дальнейшем просто этот y делим на a, и все. Каждый раз вот так выводить через замену, разумеется, не обязательно. То есть, можно просто один раз показать ребятам, а потом они уже этим могут пользоваться именно через вот такую переброску. Вот. А как показывает практика, в любом классе есть дети, которые любят теремвиета. И есть те, которые ее не любят. Вот у меня обычно это где-то процентов 20. То есть, каждый пятый, я думаю, он предпочитает теремвиета. И вот для них этот метод переброски очень здорово работает. Потому что, ну, вы понимаете, да, они привыкли работать по теремвиета, а тут бабах старший коэффициент равен там, не знаю, трем, семи, еще чему-то. Ну, и счастливо подобрать дроби. Если же мы перекидываем, мы обратно возвращаемся к целым числам, что намного приятнее. Вот. Такая вот история. Достаточно длинная была преамбула. Но давайте вернемся к нашему уравнению, потому что я не все еще про него сказал. Вот оно уравнение, которое было. И давайте поговорим о том, что делать с ним дальше, если мы решаем по-честному. Ну, например, я напишу, что x равен, ну, давайте, не x, дискриминат я найду отдельно. Я не знаю, что такое дискриминат, деленный на 4, откуда же мне знать. Это будет 112 в квадрате плюс 4 на 3 на 363. И вот теперь вопрос. Вот мы получаем какое-нибудь дикое число. В данном случае видно, что оно будет там 112 в квадрате, а это больше 10 тысяч. Ну, давайте, хорошо, мы догадаемся четверку вынести, останется 56 в квадрате плюс 3 на 363. Вроде бы так, да? Ничего не перепутал. Получается, скажем, прямо много. Если мы 56 разведем в квадрат, давайте, я не буду вас особо томить, будет 3136. а 3 умножить на 363 это 1089. Ну, и, значит, вместе мы получаем, что там, 4 тысячи, кажется, 225. Лишнее. Вот. И дальше нужно попытаться каким-то образом из вот этого счастья извлечь корень. А как это сделать? То есть, ну, корень из 4, ладно, я уж как-нибудь извлеку, но как извлечь корень из 4 225? И это еще, мягко говоря, не самое плохое число я вам выбрал. То есть, здесь получается число, оканчивающееся на 5, там, в принципе, все понятно. Оно раскладывается на множители легко. Но, представьте себе, что я вам дал немножко другое число. Допустим, 7921. Вот получился такой дискриминал. И что делать? Раскладывать на множители? Ну, удачи вам разложить. Я что-то сомневаюсь, что даже у вас это получится быстро, а уж у детей тем более. Поэтому, вот в этот момент, особенно с учетом того, что в текстовых задачах часто получается проблема, что вот дискриминат достаточно большой, я именно в этот момент показываю ребятам идею с извлечением квадратного корня. Вот про нее я сейчас и поговорю. Насчет наученные очень быстро делают. Вот, пожалуйста, вот есть число 7921, разложить его на множители. Давайте. Я вам дам время. Удачи вам. А пока со всеми остальными, значит, о чем, в чем, собственно, состоит метод извлечения квадратного корня быстро с помощью прикидки. Давайте сначала запишем квадраты круглых двузначных чисел. 10 в квадрате – 100, 20 в квадрате – 400, 30 в квадрате – 900, 40 в квадрате – 1600, 50 в квадрате – 2500, 60 в квадрате – 3600, 70 в квадрате – 4900, 80 в квадрате – 6400, 90 в квадрате – по привычке 90 градусов, 8100, ну и 100 в квадрате – 100 в квадрате – 10000. Теперь мы смотрим, куда попало наше число, в какой промежуток. Ну, несложно видеть, что вот сюда. Оно больше, чем 80 в квадрате, но меньше, чем 90 в квадрате. Ну, значит, первая цифра однозначно восьмерка, правда? Потому что, если бы мы возводили меньшее, 80 в квадрате – мы получили бы меньше, чем 6400, а у нас больше. И аналогично, если было бы хотя бы 90, было бы уже 8100. Значит, первая цифра восьмерка. Теперь, как понять вторую цифру? Ну, давайте посмотрим на окончание этого числа, на последнюю цифру. На конце у нас единица. Как может получиться единица? Только в результате умножения единицы на себя или девятки на себя, правда? Для этого можно, опять же, выписать себе таблицу квадратов, просто чтобы освежить вот эти последние циферки. Ну, я, да, не считаю полное число, я просто пишу только последние цифры. Заметьте, что здесь наблюдается довольно несложная симметрия. Вот они, шестерки, девятки, четверки, единицы. Все симметрично относительно пятерки. Соответственно, если у нас с вами получилось на конце единицы, это либо один, либо девять. Если получилось на конце четверка, это либо два, либо восемь. Девятка, три, либо семь. Ну и так далее. А теперь вопрос. Вот что выбрать, восемьдесят один или восемьдесят девять? Ну, здесь проще всего сказать просто, что мы выбираем то число, к которому мы ближе вот здесь. Посмотрите. Семь девятьсот ближе куда? К восьми тысячам ста или к шести тысячам четырем ста? Конечно, к восьми тысячам ста. Значит, наше число должно быть ближе к девяносто. Поэтому мы выбираем восемьдесят девять. Ну, или другой пример. Тоже довольно нетрудный. Давайте разберем его. Скажем, возьмем там вот такое число. Четыре тысячи девяносто шесть. Тоже первым делом смотрим, куда оно попадает. А вот сюда попадает. То есть наше число, оно больше шестидесяти, но меньше семидесяти. Значит, первая цифра шестерка. Вторая цифра. Так как оканчивается на шесть, то смотрим табличку, это либо четверка, либо шестерка. Значит, будет либо шестьдесят четыре, либо шестьдесят шесть. Куда ближе четыре тысячи девяносто шесть? К числу три шестьсот или к числу четыре девятьсот? Ну, конечно, к числу три шестьсот. Там разница меньше пятисот, а до четырех девятисот там восемьсот с лишним. значит берем ближе 60 то есть 64 64 вот тоже я вижу да уже коллеги пишут мы так делаем не сомневаюсь что кто-то знает но давайте тоже проведем такую перекличку поставьте плюсик если вы это используете минус если не особен если вы это увидели впервые а поставьте минус но я вижу здесь больше плюсов давайте для интереса проверим насколько все поняли эту идею и совсем она заходит вот возьмите пожалуйста число ну скажем 7000 давайте там семьсот тридцать один и напишите чему оно равно чей это квадрат семь тысяч семьсот тридцать один павел вижу ваш ответ елена вижу ваш ответ остальных дождемся да ну видно что метод вы поняли прекрасно да 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 вы большие герои ну замечательно у всех кажется 89 отлично я бы уже может быть даже двигался дальше если мне одно маленькое но коллеги а ничего что вот только что мы выяснили что семь тысяч девятьсот двадцать один это восемьдесят девять в квадрате а вы мне сейчас утверждаете что семь тысяч семьсот тридцать один это восемьдесят девять в квадрате чет не очень правда ну то есть явно что-то из них не работает да некоторые вот сейчас переобуваются на восемьдесят один нет восемьдесят один тоже неправда потому что это число ближе к 8100 то есть 90 а но почему я как раз акцентирую ваше внимание на этом очень хочется сразу получить этот ответ 89 но в данном случае корень не извлекается то есть метод работает только тогда когда корень извлекается когда существует целое число к сожалению он работает и тогда но работать неправильно уже когда корень не извлекается поэтому здесь конечно обязательно проверка если вы хоть на секунду сомневаетесь проверять надо впрочем был такой забавный побочный эффект когда у меня ребенок писал об этом это было еще до того как там была таблица квадратов и он решает текстовую задачу получаем будем считать что вот такой дискриминант я не помню точное число но типа того и ему надо здесь корень он извлекает вот таким образом а правильно дискриминант были такие вот 7921 ну я не помню точные числа но короче было вот так и в итоге он получил правильный ответ то есть он об считался при вычислении дискриминанта потом он извлек корень там где корень не извлекся получил правильный ответ а эксперт ну видимо по диагонали проверял ну что там уравнение составлена правильно все правильно идея правильная табличка правильный ответ правильный ну плюс плюс и поставил вода я потом когда читал эту работу чуть более вдумчиво смотрю ерунда он же явно обсчитался вот с методом повезло в то же время у этого метода есть еще одно полезное применение представьте себе что у вас есть какое-нибудь число скажем еще двести тридцать семь вот чей это квадрат а здесь я сразу могу сказать что ничей потому что у меня вот в этой табличке нет семерки ни одно число на конце не дает 7 то есть я могу коллеги говорили что надо раскладывать на множители да вы можете полчаса раскладывать на множители число 1237 но она не делится там ни на 2 ни на 3 ни на 5 на 7 вам тоже не делится в общем искать здесь делители можно довольно долго в то же время если вы используете вот этот вот метод до 2 которые рассказывают то вы сразу скажете что что что-то не так то есть скорее всего если мы говорим про угэ где ответ хороший видим вы просто обсчитались где-то вот и это видно с помощью семерки мы понимаем что семерки на конце быть не может не перекладывать так что вот еще один побочный эффект что если на конце получу семерка двойка тройка или восьмерка вот четыре противопоказанных цифр то мы сразу понимаем что что-то не так что где-то об счет и после этого перепроверяем себя особенно тщательно так хорошо давайте после длинного отступления нашли мы там скорость 3 километра в час замечательным а вот теперь давайте я вернусь ну насчет число с корнем может быть теоретически да конечно но я имею ввиду что если мы говорим про угэ там все таки скорее всего проблема в нас а вот теперь вот такая задачка смотрите заказ на 156 деталей первый рабочий выполняет на один час быстрее чем второй сколько деталей за час изготавливать первый рабочий если известно что он за час изготавливает на одну деталь больше второго вот помните я вас спрашивал что у детей идет лучше задача на работу или задача на движение на самом деле та задача которую мы сейчас с вами видим она практически не отличается от предыдущей практически вот у нас есть рабочий который делает заказ у него есть фактически там производительность а наша скорость у него есть время у него есть работа которая практически то же самое как пройденный путь правда же и вот соответственно что я рекомендую вам делать возьмите вот эту задачу прям ее и попросите ребят переписать условия этой задачи в терминах движения то есть попросите их записать примерно следующее что путь 156 километров первый там не знаю велосипедист проезжает на один час быстрее 2 сколько деталей за час это что такое у нас производительность то есть какова скорость первого велосипедиста если известно что она на один километр в час больше чем у 2 все у вас нет задачи на работу на самом деле вот недаром я помните в самом начале говорила про то что надо стать переводчиком вот эту задачу очень легко перевести с одного языка на другой я прям сильно рекомендую вам попробовать ребятам дать если вы этого не делаете переписать прям условия сделать это несколько раз один второй третий да чтобы они поняли что вообще говорят задач на работу не существует есть задачи только на движение а все остальное это кто-то взял задачу на движение из нее зачем ты сделал задачу на работу сделайте обратно понятно что потом когда страх пропадет можно будет уже не переводить они уже поймут что без разницы но какая разница назови ты это с или а все остальное будет то же самое назови производительности или скорость вот они поймут что да в задачи на движение нам редко приходит голову складывать времена типа если там один проехал за три часа другой за пять часов то когда они сближаются они приедут за восемь часов правда же вот так что вот попросите их перевести с такого рабочего языка на двигательный и все будет понятно ну и наоборот если кто-то из вас писал что у вас с движением не заходит а с работой заходит так вот вернемся назад вот у вас есть моторная лодка она прошла против течения реки 112 километров как это переписать что рабочий сделал допустим 112 деталей потом на следующий день он снова сделал 112 деталей здесь есть проблема под названием скорость течения что такое против течения что такое по течению но можно так считать что в первом случае он действовал например один а во втором случае ему кто-то помогал или первом случае ему мешали и поэтому он каждый час сделал детали чуть меньше а второй раз ему наоборот помогали там хоть мужик музыка хорошая и он делал на сколько-то деталей настолько же сколько вчера больше вот найти это изменение если учесть что самостоятельно он делает там 11 стали за час что не такое вот на самом деле и дети очень активно включаются в эту работу потому что им ужасно все это нравится им ужасно интересно переформулировка тем более что вы же на самом деле никак не ограничиваете и они совершенно не обязаны вам давать вот эти вот убогие совершенно рабочие моторная лодка там и так далее ну вы же понимаете что эти искусственные задачи но какой ребенок в своей жизни будет когда-то решать задачу про рабочего и про моторную лодку а вот извините когда ребенок там за час выиграл 12 матчей в какой-нибудь компьютерную игру там типа контр-страйк да или там ребенок в течение часа делает ну что то что вот он любит делать может быть в футболе он играет там забивает сколько-то голов почему бы и нет каждый перевел для себя на нужный язык который больше нравится и задача стала гораздо интереснее вот поэтому вот если подобные идеи использовать мне кажется что и с текстовыми задачами у нас все будет гораздо лучше да ну в бланках это уже другой вопрос но я думаю что с этим можно справиться что приучить их опять же читать вопрос перед тем как записать ответы если там написано найти скорость значит они пишут километрах часа из написано найти там работу ну значит они напишут в детали ой насчет завидую вашим ученикам белой завистью знаете мне на эту тему ужасно нравится старый анекдот как два таких товарища несколько нетрезво смотрит на плакат с анжелиной джоли и значит один другому говорит а вот представляешь есть это на свете мужик у которой она уже вот где сидит я думаю что то же самое и с учениками то есть иногда нам кажется что там ученику кто-то там заходит или не заходит в итоге все равно что-то надоедает что-то приедается так что не надо никому завидовать вот так хорошо ну давайте теперь я все таки так я представляю издательство давайте немножко поговорю про разные книжки в которых может встретиться нечто помогающее нам готовиться к экзаменам уга и гига и в частности решать текстовые задачи ну вот сейчас это все будет у вас перед глазами первое тип это серия типовые варианты экзаменационных работ я все еще не знаю откуда взялись магические числа 1437 150 она относительно красивая почему 37 вариантов и почему 14 спросить чего полегче 14 чем-то похоже на четверть от 50 но так очень отдаленно 37 немножко похоже на 3 четверти но тоже очень отдален как это работает не знаю тем не менее вариант там собраны добротные пишут эти книжки ровно те же люди которые в итоге составляют базовый экзамен поэтому там на эти самых первых рук все найдете аналогично есть сборники по профильному уровню то есть как видите здесь у нас опять же типовые варианты тоже 14 37 50 так коллеги давайте сейчас я может быть вы вопросы ну чуть-чуть приберегите сейчас про книжки расскажу а потом на все вопросы отвечу и про гущино и про свою книжку просто чтобы сейчас я не отвлекался и все вам уже рассказал а потом переключусь на вопрос у нас на это останется там минут 15-20 точно поэтому все будет хорошо на все отвечу значит вот по профильным вариантом тоже сборники дальше ну типовые варианты экзаменационных заданий примерно то же самое здесь их по 10 штук тоже под редакции ященко в общем тоже из первых рук 21 года все замечательно типовые варианты огэ те же самые магические числа 14 37 50 здесь уже разработчики огэ составляли эти сборники содержит в общем все что надо с ответами типовые тестовые задания коих тоже 10 штук с критериями все хорошо а вот на этой книжке остановлюсь чуть более подробно я не знаю как вы выбираете книжки я об этом всегда говорю что я стараюсь книжку выбирать прежде всего по фамилии автора и в данном случае автор у нас это садовничий человек чьи книжки я видимо уже наверно штук пять держал в руках и ни одной плохой не видел так что такая гарантия качества и вот эту книжку я прям очень сильно рекомендую всем кто как-то готовит ребят к профильным уровнем здесь книжка разбита на главы понятно по 13 14 и так далее а каждая голова еще довольно удобно разбит на параграфы и там в каждом параграфе что такое рассказывается новая идея там примеры ну и потом задачи для самостоятельного решения с ответом не всегда хватает решений но тут уж как получается так по поводу задач закрытого сегмента ну тоже я думаю все видно задачи не зашедшие в банк не вошедшие 4000 задач она очень хорошо заходит если вы ребятам допустим хотите дать домашнее задание но и просто даете номера из соответствующей книжки не особо запаривать при этом обратите внимание что это фактически и по базе и по профилю там он даже в столбцах это написано профильный уровень с 1 по 12 и базовый с 1 по 20 вот здесь как раз текстовые задачи в большом количестве представлены очень рекомендую всем эту книжку для отработки именно текстовых задач ну а вот по второй части аналогичная книжка тоже очень хорошая она чем-то перекликается книжка садов ничего но писали разные авторы не сговариваясь поэтому и материал там разный так что тоже там все хорошо очень полезная книжка у меня она настольный является аналогичная книжка по огэ по первой части и тоже здесь вот задачи не вошедшие в открытый банк то есть на мат егэ и на матога их нету но и она позволяет готовиться к первой части огэ соответственно и наконец экзаменационные тренажеры которые есть и по егэ и по гэпа там по 20 вариантов на которых можно тоже потренироваться вот контакты издательства экзамен которая распространяет эти самые книжки так что если вам будет чего-то интересным то пожалуйста так теперь давайте я начну отвечать на вопросы у нас как раз минут 20 осталось поэтому пожалуйста любые вопросы приветствуются коллеги я больше всего люблю именно эту часть мероприятия потому что мне кажется как-то поделиться впечатлениями обменяться мнениями затронуть может какую-то животрепещущую тему те же комплексные числа это с удовольствием мне кажется и и мне этого не хватает живого общения такого и может быть и вам поэтому это будет интереснее всего задавайте пожалуйста любые вопросы связанные с не только текстовыми задачами но и вообще преподавание математики пока отвечу на то что было насчет презентации еще раз повторяю там справа сверху есть вкладочка файлы по крайней мере должна быть насколько я знаю и если вы туда перейдете то там один из файлов это текстовые задачи там же у вас инструкция как скачать сертификат к сегодняшнюю занятию говорят нет пока только скрин для скачивания сертификата возможно сразу после занятия презентации будет а может быть разошлёт вашим методистам ну честное слово не знаю я в любом случае могу сказать вот я не помню если у меня там почта на слайде сейчас я вернусь свинство какое я не написал свою почту давайте я вам ее напишу вот сейчас сейчас еще раз это дело открою в планшете а в планшете вы не все увидите но сейчас когда вот вы какое-то время закончите писать просто так вы пишете то она сейчас опустится сразу вниз я просто дам свою почту и те из вас кто каким-то образом не может скачать вы можете мне написать на почту я вам ее пришлю нет совершенно не жалко сейчас обратить внимание вот сейчас добавлю в чат но за вашими репликами она может немножко промотаться поэтому если что чуть вверх вот пожалуйста моя электронная почта георгий . вальсон собака gmail.com вот она есть вот так 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 значит сейчас дальше еще какие вопросы тут пропустил вышла ли моя книжка про 19 задачу к сожалению не вышло там какие-то проволочки есть в издательстве но я очень надеюсь что она выйдет до гига в общем надеюсь на это но не от меня зависит как я отношусь к сайту гущина чрезвычайно положительно я считаю что сайт отличный и там действительно собрана куча задач которые весьма квалифицированно разобраны я говорю сейчас за математику про остальное не могу сказать ну вот по математике по моему очень здорово и то что сейчас там есть на сайте куча инструментов что детей можно туда направить и они там будут что-то отрабатывать а ты сразу посмотришь на их результаты может как-то скорректируешь это и даст шим лишние задания для подготовки по моему это очень здорово вот так что к сайту гущина отношусь чрезвычайно положительно с димой лично знаком он большой молодец про презентацию кажется уже сказал про записи из блокнота да к сожалению там не будет вебинар по второй части слушайте ну это надо заказывать у издательства когда какой вебинар будет там спрашивали еще про экономику я-то готов рассказывать на любую тему у меня сейчас я вам скажу что будет из ближайшего я не знаю правда это вот на всю нашу необъятную родину делается или для каких конкретно регионов но сейчас значит вот пока то что я понимаю у меня будет 10 марта у меня будет лекция по vpr вот 10 марта лекция по vpr будет а 17 марта будет лекция по задаче 19 но это не точно что у меня там конкурс учитель будущего не может быть это лекция отменится и куда-то передвинется но значит вот 10 марта про вpr будем говорить соответственно если хотите экономику у меня есть готова прям лекция по экономике я готов ее забрать там соответственно надо просто издательством договариваться так про экономику ответил экзамены базового уровня отменили о да это вообще моя боль потому что я вот руковожу предметной комиссии и у нас сейчас проблема что весь регион будет массово писать гв у нас собственно экспертов гвена регион не помню 5 что ничего делать непонятно там будет десятки тысяч работ так про новую встречу со мной я кажется сказал презентацию нашли ура видимо она повесилась в этих самых файлов это здорово рассмотреть первую часть угай первые пять задач как решать быстро и просто потому что в лоб занимает очень много времени я учту без проблем можно и на эту тему поговорить если будет заинтересованность со стороны издательства я пожалуйста да так спасибо спасибо про шины да про шины поговорим про методы решения ага вижу про покрышки смотрю где не знает свой адрес сейчас еще раз напишу ну сейчас секундочку я промотаю вниз так на всякий случай до материалы к скачиванию и видео даже говорят можно найти в личном кабинете в разделе вебинары да вот в личном кабинете видимо там есть и видео тоже и это круто так сегодняшний вид на какую литературу по методике преподавания текстовых задач слушайте ну мне кажется что вот вы сейчас почти всю методику то услышали есть текстовые задачи по моему книжка шефкина если я не ошибаюсь очень хорошая а так да не знаю даже то есть мне кажется каждый учитель он так как-то какие-то ну насчет vpr пустая трата времени светлана я с вами не соглашусь потому что опять же у меня же как и сегодня тема-то не в том идея не в том чтобы рассказать вам как решается там не знаю задача номер три из vpr нет показать какие-то свежие идеи которые скорее всего там кто-то не знает точно так же как вот сегодня про квадратное уравнение я вас уверяю что и в vpr ах мне есть чем вас удивить поэтому про это поговорим так на почту запроса отправили ну пока я как вы понимаете не читал его так что про сага да 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 спасибо за вебинар так да а вы про vpr в общем ну сложно сказать на мат егэ говорите разобрана может быть я особо не видел еще если честно вот еще раз я почту свою дублирую георгий . вальсон собака gmail.com вот туда пишите да единственная просьба вы только пишите пожалуйста чего конкретно вы хотите что мол георгий игоревич пришлите пожалуйста презентацию по текстовым задачам потому что ну вы сами понимаете писем мне приходит довольно много там иногда трудно отловить где что так кто-то меня спрашивает про сертификат нет вот сертификат я как раз вам прислать не могу я исключительно чего-нибудь по презентации могу да да ну вот я вижу уже некоторые письма по презентации прилетели как только только освобожусь я сразу вам сделаю все вот так сейчас еще вопросы 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 да можете также писать в контакте там георгий вальсонов не так много добавляйтесь и пишите там я тоже могу там ответить в сети в контакт ведете георгий вальсон и все будет хорошо вот и дела так еще может коллеги какие-то вопросы и что обсудить то есть специально времени сегодня прошла мне там времени не хватило на вопросы сегодня побольше оставил а может какие-то вопросы возникнут еще то что все понятно это да но что-то хотели бы обсудить что-то вызывает наибольшую озабоченность 19 задача ну да но это я за 10 минут вам не расскажу конечно я очень надеюсь что выйдет моя книжка в частности в издательстве экзамена должна выйти насколько я знаю но пока этот вопрос обсуждается там где-то что-то решается я не знаю что происходит но буду стучаться уточнять по моему книжка получилась хорошая то есть там как раз про то как почти с нуля научиться решать 19 задачу и там довольно много примеров разобрана из разобраны примеры из межвузовских олимпиад в общем по моему интересно посмотри может еще какие-то вопросы жду их пока так Так, название книги, ее могут под разными названиями выпустить, но я думаю, что у меня не так много книг выходит, так что можете спросить просто про книжку Вальфсона. Задача 14 за ОГЭ, слушайте, к стыду своему, я даже сходу не скажу, что это за задача. Про что вы хотя бы напишите? Я не настолько хорошо знаю ОГЭ. Про ЕГЭ я по номерам ориентируюсь, про ОГЭ нет. В ВПР задание не всегда соответствует пройденному материалу. Слушайте, я более подробно буду про это рассказывать как раз на лекции по ВПР через неделю. Но если коротко, в идеале, конечно, построить свое общение с родителями, руководством и прочими так, чтобы они не особо смотрели на результаты ВПР. Потому что действительно это некое стороннее тестирование тиреум-мониторинг, которое, в общем, скорее нужно нам с вами, чтобы понимать, держать руку на пульте. Все. От того, что дети какую-то задачу не решили, потому что не прошли, ну и бог с ним. Вот правда. Оно не должно ни на что влиять. Теоретически. Но это теоретически. Нужен учебник по геометрии. Поясните, пожалуйста, это как? Что значит, нужен учебник по геометрии? Готовлю ли я ребят к ВПР? Нет, конечно. Нет, я не готовлю ребят ни к чему. Я их и к ОГЭ не готовлю. У меня сейчас девятые два класса. Они не дадут соврать. Я с ним еще даже пробник ни разу не писал. Мне хочется заниматься с ребятами математикой, а не подготовкой к чему бы то ни было. Другой вопрос. Что, естественно, на самом деле я их готовлю, просто они об этом не знают. То есть я понимаю, что в ВПР есть задачи вот такого-то типа. Значит, вот домашние работы время от времени я включаю задачи этого типа. И потом, когда они видят уже вариант ВПР, они к нему готовы в смысле, что такие задачи они видели. По крайней мере, да, там задача в пятом классе оценить там размер стиральной машины по рядом находящемуся холодильнику. А я им даю задачу, допустим, что вот за окном стоит дом, оцените его высоту. Если они несколько раз порешали такие задачи, то дальше им будет чуть проще. Книга по 19 задачам МЦНМО? Нет, это не та. Да, это просто задачник, который мы написали давным-давно и в соавторстве, а тут это лично моя книжка, которая новая. То есть МЦНМО – это книжки уже лет 10, по-моему. А это вот прям свеженькая. Прогрессии говорить? А-а. Ну, про прогрессии, да, можно поговорить. Я не знаю, стоит ли про них говорить два часа, но, может быть, мы сделаем прям тему такую там «Избранные задачи ОГЭ», где порешаем задачи про прогрессии, может быть, про графики какие-нибудь поговорим, еще что-нибудь. Ага, спасибо. Ну да, влечет за собой в амкулатуру, это согласен, к сожалению. Побольше внимания на оформление заданий? Можно, хорошо, я вас услышал, то есть я просто искренне считаю, что, ну, оформлять-то вы умеете лучше, чем я, если честно. То есть я не думаю, что здесь я вас чему-то могу научить, поэтому мне хотелось побольше успеть и побольше дать сути, и поменьше отвлекаться на форму. Но я услышал вас. Понятный с новыми геометрическими понятиями, сечениями, новый. Ох, кто бы мог написать еще вопрос, Светлана? Я имею в виду учебник геометрии. Потому что пока вот ничего сильно лучше, чем тот же Атанасян, я не видел, честно говоря. Хотя вот сейчас мы пишем, я не знаю, является ли это секретом, надеюсь, что нет, пишем такой учебник алгебры, интерактивный, очень классный, потому что, ну, в общем, там есть свежая идея, в общем, не буду распространяться подробно, а то мало ли это секрет, но я надеюсь, что где-то через там пару лет оно будет уже закончено и оформлено. Может быть, и раньше. По геометрии принципиально ли где располагается рисунок? Ну, по мне так нет. Волчкевич великолепная книжка, да, согласен. Я, кстати, не видел, есть ли у него стереометрия, я видел только по младшему, там, по седьмому классу держал в руках. Стереометрию не видел. Если есть, то наверняка это круто, потому что Максим, он очень крут. Вот это один из лучших, наверное, сейчас геометров в нашей стране, я имею в виду числе и геометрии. Поэтому молодец. Задача с параметром. У меня был в прошлом году вебинар по параметрам, я его давал, но, в принципе, могу и в этом про него вспомнить. Я пожелания учитываю, я тогда вот на март у нас расписание уже сверстанное, может быть, на апрель мы чего-нибудь запланируем. С экзаменом ГВ, одиннадцатый класс. Слушайте, ну, опять же, я точно не знаю, но, насколько я понимаю, этот ГВ в одиннадцатом классе, по сути, будет некой компиляцией базового ЕГЭ. То есть из базового ЕГЭ, наверное, возьмут какие-то идеи, задачи и как-то из них составят вариант. Ничего сверхъестественного не будет, не волнуюсь. Я честно, ну, опять же, я понимаю, что там год у нас какой-то нестандартный и очень странный, но я вообще не понимаю, зачем эта история с ГВЭ. Если уж вы хотите отменить ЕГЭ базовый до всех, ну, тогда эти школы просто самим аттестовать своих детей. Пусть они проводят внутренний контроль какой-нибудь и все. Да, я знаю, что будет 14 заданий. То есть наверняка не все задачи войдут, но, наверное, какие-то войдут. Точно я вам ничего не могу сказать, потому что я все-таки не идеолог и не составитель, поэтому это всего лишь мои соображения. Да, про первые пять задач я вас услышал. По поводу оформления я вас тоже услышал. Хорошо, постараюсь. Насчет параметров, да, все понял. Да, я вообще чаще рассказываю графический метод решения задачи с параметром, тем более, что на том же ЕГЭ чаще всего именно графический метод разбирается. Ну, в смысле, что там он приводит к успеху быстрее, чем какой бы то ни было другой. Вот. Про ОСАГО. На этот ли только год ГВЭ? Ну, я подозреваю, что да. Я думаю, что базу вернут. Да, проверять работы будут наверняка не в школе. Нет, я думаю, что базовое ЕГЭ не отменит. Ну, посмотрим. Посмотрим, что там будет на самом деле. То есть... Ходили же в свое время упорные слухи, что вообще у нас будет три ЕГЭ, да, будет такой базовый, будет технический, скажем так, и математический. То есть технические – это вот технические вузы, где все-таки математика хоть и нужна, но не первична, а математические – это для тех, кто там идет на какой-нибудь мехмат и так далее. Ну, база – это первая часть профиля, а зачем, мне очень понятно. Мне вообще непонятно, зачем в профильном экзамене первая часть столь объемная, я бы оставил там условно задачу пять и дал бы, грубо говоря, еще одну из второй части, чтобы дети себя показали. Потому что когда дети там в каком-нибудь физмат-лицее считают всерьез, сколько сырков там можно купить или какая наивысшая точка на графике, по-моему, это странно, но еще раз, я человек маленький, я учитель математики, а не идиолог этого экзамена, и, наверное, когда так делают, преследуют какие-то цели. В частности, я прекрасно понимаю, что, наверное, если бы не было совсем простых задач, у нас был бы какой-нибудь зашкаливающий процент двоек, дети бы не поступали в институты, стабы оставались и так далее. За 17-3 балла, за 14-2, это вы сейчас про что? Про ЕГЭ, видимо, да? Экономика, в смысле, 3 балла, а стереометрия 2? Ну, сложно сказать. Я так понимаю, что вот это вот 3, оно провоцирует немножко детей на все еще достаточно новую задачу по экономике, чтобы они вообще занимались этим. Наверное, через какое-то время чуть-чуть все устаканится, и стереометрия, может быть, станет чуть-чуть попроще, и экономика чуть посложнее. Может быть. Разделение в математике? Да, я, безусловно, считаю разумным. Ну, то есть, понимаете, скажем так, оно противоречит, конечно, букве Е в слове ЕГЭ, потому что вроде исходная-то идеология была, чтобы сделать именно единый экзамен, один на все. Но потом внезапно выяснилось, кто бы мог подумать, что все цели, которые нужны, их не достичь одним экзаменом. Нельзя сразу же проверить и знание просто, что вот ребенок получил их и может выпуститься из школы, и то, что он может продолжать обучение в институте, одним экзаменом очень тяжело это все проверять. Поэтому сделали разграничение, что вот вам надо просто отчитаться, что вы что-то поняли, вот есть независимое некое тестирование, ЕГЭ, базовый уровень, сдайте и забудьте про эту математику. Но если вы хотите продолжать, вот покажите, что вы что-то еще умеете. Так что чего бы и нет. Про содержание там можно спорить, но по сути, по-моему, это очень даже хорошая идея. И может быть сделать как раз вот этот промежуточный уровень, потому что понятно, что с одной стороны есть дети, которые поступают в, там, не знаю, институт технологии дизайна, и им надо сдавать математику, они сдают математику профиль, но они и близко не могут решить там последние задачи, потому что, ну, куда им? Они не этим хотят заниматься. Вот. А с другой стороны, есть люди, которые поступают, там, на мехмат, нам на матмех и так далее, и им наоборот. Мне очень понятно, зачем им эти задачи просырки. Поэтому, может быть, сделать бы, там, вот этот промежуточный еще, средний какой-то, такой предпрофильный ЕГЭ, если хотите, для тех, кто вроде бы математику будет в УЗИ использовать, но не на таком топовом уровне. Им не надо давать всех этих 19 задач, параметры и так далее. А, наверное, что-то ближе к ОГЭ может быть. Ну, что-то похоже, но не вот такие задачи. По-моему. Ну, это мое мнение, не более того. Ну, да, согласен. По поводу буквенных задач без числового значения согласен. Да. Так. Ну, хорошо. Уважаемые коллеги, давайте тогда мы на этом потихонечку будем закругляться. Если у вас вдруг еще вопросы какие-то возникнут, почта моя есть, ВКонтакте пишите, и будем общаться. Ну, и до новых встреч в виртуальном пространстве. Спасибо всем за внимание и за общение. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok